Администрация США допускает, что боевые действия в Украине будут идти и летом 2024 года. Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Белого дома Джон Кирби, добавив, что Вашингтон готов просить Конгресс о новой помощи Киеву. И действительно, Джо Байден не так давно, буквально немногим ранее, обратился к Конгрессу с просьбой о выделении очередного пакета помощи. Ну, речь о деньгах, конечно, в первую очередь и так далее. Но лето 2024 года, там в этом не сомневаются. То есть, все это надолго. Ну, я думаю, что для такого расчета есть основания. Я не разделяю точку зрения тех, кто сейчас настроен, если не панически, то крайне скептически, что вот украинское наступление, оно там провалилось или, так сказать, вот очень медленно идет. Идет так, как идет. И, в общем-то, это серьезная, большая военная работа, которую сейчас делают вооруженные силы Украины. Надо отдавать себе отчет, что, во-первых, все-таки Россия многократно превосходит Украину с точки зрения ресурсов. И она имела возможность серьезно укрепить свои оборонительные рубежи, в том числе и на вновь оккупированных территориях. Это минные поля, заграждения. Ну, то есть, условно говоря, основательно зарылось в землю. И, в общем-то, просто так, ну, значит, устраивать мясные штурмы и класть своих воинов в свою же землю – это не метод Украины, это метод России. Поэтому, да, идет медленно, да, постепенно прогрызают оборонительные линии россиян. Но, в данном случае, это та ситуация, когда результаты могут сказаться внезапно. Просто это накопление какого-то качества, которое вдруг неожиданно может перейти в количество. Это вопрос военных экспертов. Я даже не уверен на сто процентов, что военный эксперт, который не является частью военного командования ВСУ, в состоянии правильно оценить ситуацию. Потому что все-таки там есть большая часть вот этой скрытой работы, которая является военной тайной. Характеристики этой работы являются военной тайной. Поэтому здесь вот со стороны так судить я бы не стал. Но то, что эта война затягивается, это, по-моему, было очевидно. Дело в том, что неожиданностью это является только для тех, кто находится, ну вот, тоже в каком-то информационном бункере. Потому что идет информационная война, естественно, идет завышение потерь противника, преувеличение своих успехов и так далее. И очень какая-то часть людей оказалась в плену вот этих завышенных ожиданий. Что вот все эти сказки, что экономика России вот сейчас дышит наладом, что она сейчас уже закончится. Что у России уже там боеприпасов на несколько часов. Все это, конечно, полная ерунда. Еще раз подчеркиваю, Россия в несколько раз превосходит Украину по потенциалу, по людскому потенциалу. Ну, просто, ну, тут арифметика. Надо просто иметь в виду, что Россия 140 миллионов. В Украине было до войны 40 миллионов. А сейчас уже существенно меньше. Поэтому еще такая страшная истина, очевидная, но тоже не надо ее забывать, что война-то все это время идет на территории Украины. И поэтому вся эта война, она бьет по экономике, по человеческому потенциалу Украины прежде всего. А Россия-то в данном случае воюет на чужой территории. И, в общем-то, все разговоры о крахе российской экономики. Да, действительно, доллар по 100 рублей – это очевидная неприятность. Но это не удар по российской экономике. Это некоторая неприятность для российских граждан. Но вот всякие слухи о том, что экономика России, она просто уничтожена – это ерунда. Этого нет. Поэтому, да, тяжелая, тяжелая, тяжелая война. Что-что? Простите. Да, спасибо за это уточнение. Это, по сути, ответ на мой вопрос. Спасибо за развернутый ответ. Извините, что перебил. Хотел спросить по поводу как раз рубля и то, что сейчас происходит. Пробивает дно фактически. Да, 111 евро, 101 доллар. Уже там чуть меньше это все падает и так дальше. Как вот к этому относиться? То есть это следствие санкций, это следствие какой-то там работы внутри и так далее. Но самое интересное, самое важное из всего этого – это каким-то образом ослабит вот эту машину, военную машину, да? Или это никоим образом вообще не влияет? Вообще никак не влияет. Понятно. Это влияет на жизнь россиян. То есть люди в России это ощущают, приходя в магазины. Потому что вот такой вот дешевый рубль, а зарплату и пенсию люди получают в рублях. А товары, очень целый ряд товаров, он в цене этих товаров есть в том числе и то, что покупается на доллары. По-прежнему покупается. Поэтому, естественно, товары дорожают. А это, ну, на самом деле, Путин же как-то объяснил, причем со свойственной ему такой вот циничной наивностью, что вот такой вот дешевый рубль и дорогой доллар очень выгоден для бюджета России. Я помню хорошо эту картинку замечательную, когда он пальчиками это все показывает, пальчик вверх протягивает. Вот смотрите, говорит, вот мы покупаем, значит, мы продаем нефть, продаем ее за доллары. И если доллар дорогой, то каждый проданный баррель нефти, он нам обходится дороже. То есть мы получаем больше дорогих долларов. А бюджет-то у нас рублевый. И это значит, что мы тем самым выигрываем, потому что мы, ну, он не сказал, что мы зарплату людям платим в рублях, в дешевых рублях. То есть получаем в дорогих долларах, а тратим в дешевых рублях. Ну, если бы он еще сказал, что мы зарплаты и пенсии платим в дешевых рублях, то вот эта конструкция была бы очевидна. То есть на самом деле это надувательство российского народа. Ну, это что же, а что народ может сделать в условиях, когда не существует никакого механизма повлиять на власть? На улице не выйдешь, там ждет Росгвардия, укрепленная, как, я не знаю, как несколько оккупационных армий. Ну, вот, выборов нет никаких, никаких возможностей повлиять на власть нет. Поэтому вот такая вот история. А для военного потенциала России, нет, это никак не сказывается, вообще никак. Я бы даже сказал, может, даже укрепляет военный потенциал, потому что какие-то вещи закупаются, все равно закупаются на доллары. Их можно закупить больше на дорогой доллар, если они тратятся, а зарплату платят в рублях. Вот и все. Я особое удовольствие получил от нытья Соловьева, пропагандиста, который там, значит, начал рассказывать, что вот, Центробанк, вы не выйдете, не расскажете людям, ничего никто не сделает, почему вы все молчите и так далее. Ну, он в свойственной себе манере, там, я не смогу просто так отыграть, как он это все показывает, там, брыжет слюной и чем там он только не брыжет, не знаю. Но, он сказал одну очень интересную штуку, он говорит, и все это в канун избирательной кампании. Так вот, я хотел вас полюбопытствовать, а действительно ли это имеет какое-то значение для так называемой избирательной кампании, да, то есть, будет ли каким-то образом отражаться настроение людей, с того, что они там видят, да, доллар, рубль, вот, пожалуйста, зайдите в супермаркет, посмотрите, сколько, там, я не знаю, помидора стоило до всей этой истории, сколько сейчас. Так это как-то будет влиять на их выбор, который уже давным-давно украли, но вот все равно интересно. Нет, ну, понимаете, опять-таки, ну, что касается Соловьева, здесь все понятно. Я думаю, что он все-таки понимает, что Набиулина и вообще Центробанк здесь совершенно ни при чем. Все дело, конечно, в Путине, который очень доволен, что он будет получать дорогие, продавать за дорогие доллары, а тратить в дешевых рублях, что очень выгодно. Ну, а что касается выборов, слушайте, в России и в истории той страны, которая сейчас называется Россией, раньше она называлась Советский Союз, до этого Российская империя, до этого Московское царство, никогда не было выборов как инструмента смены правителя. Никогда не было такого, чтобы был вот один правитель прошло какое-то голосование и стал другой. Такого не было ни разу за всю многовековую историю той страны, которая сейчас называется Россия. Никогда такого не было. А тем более в нынешней ситуации не будет. Даже в условиях, ну, скажем так, в условиях, когда была какая-то иллюзия демократии, я имею в виду 90-е годы, 1996 год, больной, фактически недееспособный Ельцин, вот уж была возможность сменить власть на выборах. Нет, была проведена фантастическая спецоперация, фантастическая по масштабу, были задействованы ресурсы практически всей страны, финансовые, материальные, медийные ресурсы, организационные ресурсы для того, чтобы не произошла смена власти. Все, никаких, ну, о чем, а сейчас, ну, какие, даже представить себе, что будет хоть как-то нарушен план администрации президента, чтобы Путин получил там свыше 90%, как об этом очень так наивно сообщил удивленному человечеству рупор Путина-Песков. Так что, сколько надо, столько нарисуют. Решают здесь не граждане Российской Федерации, решает администрация президента и уполномоченная Елла Александровна Панфилова, глава Центра избиркома. Так что нарисуют столько, сколько надо. Но меня удивило все равно, почему 90? То есть, я думал, ну, там, 95 плюс, должен сказать, мне он сказал 90. Ну, слушайте, ну, скромные люди, да. Да, они скромные, они застенчивые. В принципе, могли бы написать тысячу процентов. Это все бы, ну, как, ну, есть своя суверенная история, есть своя суверенная математика. То есть, ну, это вообще все это не имеет никакого значения. То, что будет происходить в 2024 году, во-первых, надо дожить до 2024 года, надо понять, кто доживет, в каком виде, в какой стране. Все это будет происходить, как она будет называться, тоже вопросы. Ну, скорее всего, она по-прежнему будет называться Российской Федерацией. Вряд ли до этого времени, учитывая все вот эти вот прогнозы насчет лета, лета 2024 года. Но, тем не менее, выборы же произойдут весной. Ну, или не выборы, а электоральные мероприятия. Вот. Так называемое голосование, неизвестно кого, неизвестно за кого. Ну, вот. Ну, это все совершенно неинтересная история. Скажем, это некоторые уточнения. Это некоторые уточнения. А результат очевиден. Если это все будет происходить примерно вот в нынешней ситуации, то результат абсолютно предрешен. И ничто не способно его хоть как-то изменить. А успехи ВСУ на поле боя каким-то образом отразятся, в том числе на это мероприятие, как вы считаете? Потому что сейчас, вот мы, я сегодня утро начинал с Сергеем Гайдаем. Он раньше руководил Луганской областью, да, глава военно-гражданской администрации. И у него я расспрашивал по поводу успехов на юге. Мы там обсуждали Работино, мы обсуждали Урожайное, мы обсуждали там другие какие-то поселки, которые удалось вот сейчас уже деоккупировать. Военные об этом не говорят прямо, в генштабе прямо об этом не заявляют, но косвенно вот, собственно, подтверждают то, о чем мы. И он тоже, кстати, в эфире тоже косвенно это все подтвердил. Но правильно ли я понимаю, я не военный эксперт, но по сути времени-то, чтобы вот показывать, да, вот какие-то прочные такие серьезные результаты, до осени, до первых дождей, до болот и так далее. То есть не так уж и много. Ну да, в общем, так сказать, в грязи, в распутицу упать сложно, поэтому времени немного и крайне маловероятно, что за это время, почему, откуда возникло лето 24-го года в прогнозах, в том числе западных аналитиков. Ну, именно по этой причине, что, в общем-то, вот август, вот часть сентября, когда, наверное, будет еще сухо, а дальше начинается та самая грязь, в которой, хотя вроде как танки грязи не боятся, но, видимо, все-таки они не то чтобы боятся, но опасаются этой грязи. Поэтому я думаю, что вот все-таки каких-то таких успехов в СУ, которые могли бы что-то изменить, имеется в виду не изменить голосование. То есть голосование в России никак не связано с ситуацией на фронте. Сам факт голосования может просто не состояться, если... То есть это причинно-следственные цепочки, они выглядят иначе. Не то, что там российский избиратель увидел, что на фронте ситуация изменилась, и поэтому он проголосовал так или иначе. Это не имеет никакого значения, как он проголосовал. Как я сейчас правильно сказал в свое время, не важно, как голосуют, важно, как посчитают. Так вот, вот эти причинно-следственные цепочки, они работают иначе. Успехи в СУ могут просто привести к тому, что никакого голосования не будет. Просто не будет голосования, потому что не исключен вариант, при котором просто понимание того, что происходит на фронте, может привести к обрушению режима. И это будет совершенно... Это будет сваливание России в смуту. И, ну, а смута, она просто не позволит вообще проводить голосование, потому что эта война переместится внутрь России сразу. Поэтому здесь логистика другая. Это тот самый черный лебедь, который может разрушить все планы. Война может закончиться не потому, что Россия проиграла и капитулировала, а просто потому, что она может закончиться так, как для России закончилась Первая мировая война. Россия, в общем-то, не проиграла эту войну, она просто вышла из нее, поскольку российские солдаты, они просто покинули поле боя и, в общем-то, стали участниками большой русской смуты. Вот этот сценарий возможен. Он не обязательный, но он возможен. А вот падение режима, оно в каком виде? То есть кто-то ведь должен прийти, да? Опять-таки, значит, да, кто-то, конечно, должен прийти, но это не обязательно, то есть это может быть и верхушечный переворот, теоретически, возможно, если такое случится, если, в общем-то, скажем так, страх перед Путиным будет меньше страха перед, там, Гаагским трибуналом или какими-то другими вещами, когда, если и когда, опять-таки, российские солдаты и офицеры хлынут с фронта. Такое тоже возможно. Сейчас этот вариант не просматривается, но, опять-таки, сейчас пока нет и тех успехов вооруженных сил Украины, которые могут вызвать эти события. Кто может прийти? Это будет смута. То есть, еще раз, есть две версии. Первая версия – это верхушечный переворот, не военный, потому что армия в России не является политическим субъектом. Но это может быть верхушечный переворот, в результате которого придет к власти какая-то хунта. Такое может быть, пока это никак не просматривается. Но исключить этого невозможно. И второй вариант – ну, я думаю, что и хунта это будет очень недолговечно, потому что все равно это речь идет о преддверии смуты, и смута это все сметет. Но второй вариант – это распад России, когда потеряет смысл само понятие общероссийская власть, потому что вот это единое пространство будет поделено между воюющими мафиозными кланами. Еще раз говорю, из сегодняшней России, вот из сегодняшнего состояния этот вариант просматривается плохо. Но он возможен. Ну, слушайте, а кто пришел к власти в Советском Союзе, когда Советский Союз распался? Никто. Это были уже самостоятельные государства, никакой общей власти в Советском Союзе просто не было за неимением такой страны. Вот и все. Такое это тоже может быть, потому что Россия, как империя, она в значительной степени является искусственным образованием, которое держится силой. И все империи смертны, причем, как правило, внезапно смертны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok